так как картофелины у нас здоровенные я насколько знаю она 6 тонн весит нам сильно много икры не нужно генри форд что сказал вот эту вот штуку с пузырьками я могу пить постоянно щи щи приветка там где даже если есть какие-то паразиты я подаю его со свежей малиной с обработанными томатами картофель нормальный человек то получится делает все жена как зануда потом расскажу сейчас саша вернется мы спросим я пошел шон есть сифон я про сифон это сифоник конечно свои трифельные нюансы мне все нравится всем привет я ли гостяев шеф семьи ресторана бабель и мы продолжаем наше гастрономическое гастроли советской компании винеком и готовим мы сегодня в самом высотном ресторане европы русский поехали готовить александр привет привет раз знакомства взаимно рассказывай я рад приветствовать тебя у себя в гостях готовить мы будем сегодня картофель но это будет не просто картофель такой слегка приукрашенный давай сначала я отправлю его запекаться в угли и потом дальше расскажу подробнее что столько времени нужно картофелю смотри он предварительно уже запеченный делается следующим образом берется фольга с пергаментом пергамент для того чтобы фольга никому металл не касался продукт оборачивается убирается все в духовку в духовке запекается порядка час так как картофелины у нас здоровенные они чуть ли не по килограмму каждая соответственно пропекаться будет долго то есть в процессе запекания корочка у картофеля обугливается и она становится прочная потому что начинку мы туда будем выскребать давай пока я буду тебе рассказывать мы займемся подготовкой привет так это магаданские наши северные в очень холодной воде плавают супер сладкое мясо у них смотри если попадается икра мы ее икра нам нужно будет для подачи на аккуратно прям вот так вот вытаскиваем ложкой хочешь я буду вытаскивать икру а ты чистить все остальное не доверяешь я доверяю просто генри форд чё сказал каждый должен заниматься сша ядзя давай давай кухни же это настоящий конвейер конечно расскажи концепцию проекта почему русский почему здесь печь стоит я насколько знаю на 6 тонн весит ее здесь собирали на 9 9 тонн весит да но я немножко вот сэкономил собирали действительно здесь печь нужна так как печь была основным источником тепла в доме в избе у наших предков где-нибудь разводить еще источник тепла там костер еще что не такое чтобы готовить было излишним соответственно в печи и готовили следовательно все что приготовлено в печи там там лена и вареная запеченная это все русская настоящая русская кухня такой как она была всегда у наших предков вы решили так совместить до восемьдесят четвертый по сути на 85 этаж на 85 этаж на 84 все приезжают поэтому у людей откладываются в памяти что 84 и очень много в инстаграме постов когда там девушки пишут что я вот была в ресторане на 84 этаже на 84 этаже у нас лобби мы встречаем там гостей а ресторан сам находится на 85 это я думаю что икры нам столько хватит а вы креветок сколько рампа а мы все почистим чтобы лишнее мы съедим вот за этим я люблю свою работу креветки такого цвета потому что они красные отварные да они уже отварены это судовая варка с удовольствием заморозка до них супер сладкая носа они прям идеально подходят под сочетание с картофелем у нас суть ресторана русская кухня самое главное что у нас есть это только начались наши предки это одно направление так называемый old school это рецепты которые остались прям не переработанными такими как они были тогда супер аутентичными и приготовленные со всеми технологиями которые были в старину для этого нам как раз и нужно печь и второе направление русской кухни это называемые новая школа это берется какая-нибудь идея какого-либо старого блюда и из него готовится абсолютно новый переработанный рецепт с использованием всех современных техник всех современных технологий и получается совершенно новое необычное очень крутое блюдо нам для подачи также потребуется огурец нарежем его мелким кубиком и пол огурца да буквально порезал да из этих пластинок делаешь такой же брусочек и кубик как шеф быстро работает да не то что вот семилье твой кубик и мой кубик до против моего кубика посмотри как нашли соревнуемся смотри это картошечка поспела да да это красота себе а мне больше осталось это мне те досталось так которая была ко мне ближе и отрезаем у нее вот так верхнюю часть до верхушку эта верхушка будет такой крышкой своеобразно после этого берем ложку и вынимаем оттуда картофель вынимай только аккуратно чтобы не порвать когда будешь до зарубаться смотри так чтобы у тебя шло по стенке аккуратно чтобы ты не порвал саму картофель а то будем есть только мою если я сам не на косячу как ты вообще к вино обращаться и вообще к сочетанием с традиционной русской кухни и напитки кроме традиционных конных наших 10 лет вас например на если за безалкогольные что можно подобрать вино подойдет конечно подойдет так и я не понимаю вообще люди упарываются по традициям по каким-то забывая о том что у нас страна таким образом складывается что она в себя всегда всю свою историю если мы ее проследим она в себя аккумулирует что-то что к ней приходит извне перерабатывает это это становится национальной идеей как тот же самый на борщ и пельмени для русской кухни вино это мне вообще-то мне кажется самый гастрономичный напиток я посмотрел на сочетание которых я использую для вот этого блюда и с вами того что из картофеля мы сделаем мусс да будет он с креветка магаданская будет огурец я вижу еще лимона значит наверно будет цедра или будет лимон и сок сок для баланса то есть очень три вот такой вот результат нам нужен шеф смотри да переколепно да это получилось гораздо лучше чем у меня картофель прям вот даже смотри я как сделал я вот отсюда немного вот здесь где есть у нас подгоревшие штуки хочешь отправить вместе с картошкой да вот смотри мы прям вот так собираем много не надо потому что будет горчить да 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 совершенно верно но легкий привкус с вкусом и ароматом дымка до печи печи видно так как много мы делать не будем нам много не надо просто жирный 33 процентной сливки соль порой щепоток лимон потом добавим все просто пробиваем нам нужен такой супер гладкий сейчас мы делали чисто консистенцию нам нужно добиться чтобы у нас по сути получился вот такой вот крем теперь трюфельная паста и и потребуется на аромат так как ура да вот примерно такое количество это чайная ложка с горкой опять же чтоб не переносите надо чтобы был нюанс да 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 на строительный на и примерно чайная ложка лимонного сока все готово я попробовал и даже хоть чуть не ушел вот реально с этим кремом который получился в смысле есть его отдельно за стол потому что это уже очень вкусно очень как нежная текстура сливки добавили кремовости картофель дал структуру тело нюансы вот трюфельной пасты это прям чуть-чуть и классно и лимонный сок куда этот легкая кислинка прям на это просто баланс у нас так как сливки достаточно жирные нам нужно эту жирность чтобы не было такого супер обволакивающего знаешь во рту вкуса чтобы он не забивал все вот это вот жирная нам нужно ее слегка оттенить лимоном все мы помещаем его закрываем заправляем баллом все и дальше просто взбиваем так чтобы у нас газ правник внутрь самой текстурочки как коктейли смешиваешь да шейкер можно это не делать но тогда нужно чтобы хотя бы ночь простояла в холодильнике и все равно газ распределился на правильно это та самая диффузия который доступ в школе на физике учили что у нас получилось такая вообще супер воздушная такая достаточно стабильная кремовая консистенция так как запекала все в углях на на подачи очень круто будет подать это все на углях мы используем такие вот достаточно большие угольные брикеты и сейчас разобьем в пакет чтобы не разлеталась ничего вокруг твоя побольше мое снимаем крышку временно креветки укладываем так чтобы они достаточно плотно лежали в один слой немного огурца он здесь нужен для свежести ты умеешь сифоном пользоваться берешь ладонь поворачиваешь ее вот так большим пальцем вниз берешь большим указательным пальцем сифон так то он просто достаточно легко крепить и этими тремя нажимаешь на рычаг все великолепно вы поете великолепно дальше вот так смотри икру небольшими такими все дальше кервель прям по одному листочку можно вам такой супер ажурный и здесь будет очень уместно вот это такая пряность от кервеля и потом просто несколько капель зеленого масла масло масло из укропа из укропа стараемся найти какие-то неровности которые были на картофель так чтобы на место на место да это очень круто работает на эффекте когда у тебя вот так запеченная картофель она черная среди черного и потом мы его так открываем а там все такое там до ярко красивое все идем пробовать есть предложение саша смотри приготовили классную картошку очень необычном формате да пора наконец-таки попробовать то что получилось целиком я мне нужно тебе предложить сочетать это дело все с интересным напитком универсальным это шампанское шампанское от николя фиат это резерв эксклюзив это их условно-базовый брюд он достаточно должен быть таким гастрономичным подходить ко многим блюдам как любое шампанское говорят обычно что все что универсальное все посредственно знаешь только высококлассные вещи напитки как шампанское могут противополать противостоять да таким вот стеретикам стереотипом конечно шампанское должно быть классно согласно я вообще обожаю шампанское как говорит один мой друг сомелье вот эту вот штуку с пузырьками я могу пить постоянно это достаточно серьезный кооператив он находится в местечке шуи деревушка такая много делает но очень классно мне нравится это вино делают четыре с половиной тысячи участников кооперативов во первых уст такой прям на кончике языка как будто вино сделано из яблок да она у него есть я думаю тело определенно да есть такое знаешь как печеный наверно печеные яблоки или яблочный пирог даже такое немножко ванили стерсовые ноты помнишь мы добавляли лимон до в крем и вот я думаю что должно сочетаться очень хорошо плюс немножко такой объем вине есть надо пробовать вместе да я люблю все перемешивать поэтому я все перемешаю а ты можешь попробовать наоборот по-другому я все-таки сделаю как ты рекомендуешь потому что твои уже блюда и в пэринге тоже хорошо вот так традиционное русское блюдо приготовленное по современному может сочетаться с кстати таким же традиционным напитком русским все-таки шампанскому в россии тоже лет как и картофелю примерно да наши предки познакомились с напитками тоже думаю где-то около 300 лет назад до веке 18 я постоянно слышал винтажное шампанское винтажное шампанское что же такое чем отличаются от обычного определенного года урожая только одного года урожая потому что базовые напитки базовые брюта например ли это экстрадрай экстрабрют они не винтажные это всегда у тебя доля шампанского определенного года урожая даже с разных годов ты их смешиваешь всегда с текущим урожаем да это обязательно бленд ассамбляж можно и так так говорить так так будет правильно и это естественно очень такое высокое мастерство винодела потому что ты каждый год должен выпускать под этой маркой независимо от того какой у тебя был год по сколько дождя сколько солнца было ты должен всегда делать одинаково одинаковый вкус так смешать что просто это невероятно и кажется что все просто но потребитель за это за этим идет и мы за этим приходим за качеством вот поэтому говорю что универсальный напиток на самом деле он максимально может сложен в производстве и поэтому когда ты пробуешь из года в год допустим одну и ту же этикетку для разных тех или смотришь стиль по ты понимаешь как вот не знаю твой стиль например на кухне он ясен и понятен как ты готовишь тоже самое у виноделов например это за то зачем мы приходим вы наверное заметили что бокалы не совсем флюте, они больше к низу расширены. Это такой крупный тюльпанчик, я так бы назвал. Это бокал сильно лучше для шампанского, чем нежели прямой флюте цилиндрической формы. Почему? Потому что здесь шампанское оказалось таким среднетелым, даже полнотелым. Ароматика концентрируется в нижней части и она не улетучивается сразу. Если бы это был бокал цилиндрической формы, то негде было бы концентрироваться ароматически. Либо так, либо просто она была бы слишком прямолинейна. Ты не мог бы получить правильных впечатлений, правильных, полного объема то, что задумал винодел. Именно поэтому я такие бокалы выбрал. Ну и температура подача важна. Друзья, это где-то наверное 6-8 градусов. Чем богаче шампанское, тем можно температуру чуть-чуть повышать. Но я думаю, что не больше 12. Александр, это за твой талант. Спасибо за то, что принял и за эксперименты, за русскую кухню, вот такую, на высоте. Спасибо тебе. Приятного аппетита, друзья.